Кур'ан — это великий аргумент, уважаемые братья. Для чего Аллах не спостал такой великий аргумент? Чтобы люди знали, познали, что Ислам — это истина. И то, что пророк Мухаммад, он истинный пророк, посланник от Аллаха. Аллах обращается в Кур'ане пророку Мухаммаду и сказал Не подчиняйся обманщикам, житцам. Те, кто не верят в Кур'ан, не подчиняйся им. Тогда пророку Саллаху Али-Азин задумался и сказал Как же тогда мне проявлять усердие против них, о мой Господь? Всевышний Аллах говорит Проявляй усердие посредством этого Кур'ана великим усердием, говорит Всевышний Аллах. Поэтому любой человек, когда приходил к пророку Мухаммаду, что-то предлагал власть, деньги. Чтобы он оставил религию, он от себя ничем не отвечал, отвечал Кур'аном. Один раз пришел к пророку Мухаммаду Саллаху Али-Азин Пришел Ла-Азин к постанику Аллаха Саллаху Али-Азин и говорит Я, Мухаммад, ты разделил нашу Джама'ат. То есть кто-то принимает ислам, расстается с отцом, с мамой, с супругом и так далее. Я, Расулу Ла-Азин Давай, говорит, как-то решим проблему. Давай как-то этот вопрос решим. То есть ты разделил наш Джама'ат. Отдалимся от всех проблем и решим этот вопрос. И Утбе он был То есть среди них, среди курашитов такой знатный человек, знатный араб, который из положения, как, скажем, Аксакал, которого люди прислушиваются, такой разумный человек. И тогда говорит Я, Мухаммад, Я хочу тебе предложить четыре вещи взамен, чтобы ты оставил религию. Любую из этих четырех прими. Что ты хочешь, мы тебе дадим. Смотрите на Гилк, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, порок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, что сказал? Говори, я буду слушать. Утбе говорит Мухаммад, если ты пришел тем, с чем ты пришел, с твоей религией, тем самым хочешь получить богатство, мы соберем тебе деньги, богатство, и ты самый богатый будешь среди нас. Только оставь религию, оставь ислам. Борок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, нет. Говорит, Говорит, если ты пришел с тем, с чем пришел, хочешь с тем самым получить власть, то мы тебя сделаем правителем Мекки. И клянусь Аллахом, ни один договор мы не подпишем без твоего разрешения. Ни одного шага не сделаем, пока ты не прикажешь нам. Однако оставь религию. Борок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, нет. Третий предлагает ему, Говорит, Третий, если то, с чем ты пришел, хочешь завоевать женщин тем самым, то мы тебе сейчас десятки женщин самых красивых из Кураши так приведем и тебя женим. Однако оставь религию. То есть, посмотрите, смотрите, какой у него гылка нету с пороком Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям, ахляка нету. Порок, салаллаху алейхи вассалям, посмотрел, говорит, нет. Четвертое. Говорит, хорошо, если ты этого не хочешь, мы тебе предлагали, деньги не хочешь, предлагали власть не хочешь, женщин не хочешь. Если ты вдруг пришел, то, с чем ты пришел, потому что ты стал сумасшедшим, потерял разум, то есть, смотрите, какой нету ахляка, нету сгылка, с человеком, который может быть уже за 40, за 50 лет. Ему это говорит лицо. «Тогда мы для тебя соберем лучших врачей». Говорит, «Может быть, в тебе есть джин, так ему говорят. То есть, джин на тебя оказал давление, и ты поэтому… и не ты это призываешь к этому, а джин твой, который тебя призывает к этому». «Посланник Аллаху алейхи саламу, ахляк, адап, нравственность пророка, саллаху алейхи саламу, Аллах субханалу говорит, «Ва инна каля аля хулу кин азим, поистин твой нрав великий, я, Расул Аллах». Пророк саллаху алейхи саламу говорит, «Афарагти, хочешь женщин, то есть, мы тебе дадим». «Осмотрите адап, нравственность, посланник Аллаху алейхи саламу, афарагти, ябл валид, закончил, ябл валид». То есть, он не начал его обзывать, что-то говорить. «Все, закончил? Да, закончил». «Теперь слушай меня». Хорошо, что выбрал пророк саллаху алейхи саламу для ответа на такие вопросы, на такие предложения, в котором он не проявил ахляк с посланника Аллаху? Что выбрал посланник Аллаху алейхи саламу? Ихтарал Кур'ан Факат. Пророк саллаху алейхи саламу для ответа выбрал только Кур'ан. Ничего не добавил от себя и ничего не убавил, уважаемые братья. Ответил ему аятом. Абул валид вот так сел задом, руками, опираясь на землю, и пророк саллаху алейхи саламу обращается на предложение его, который он ему предлагал, мы тебе хоть хочешь дадим деньги, хотим власть, хочешь женщин, хочешь ты сумасшедший, может быть, выберем для тебя самых лучших врачей. Пророк саллаху алейхи саламу отвечает ему. Бисмиллахи ррахмани ррахим, хамим, 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 танзилум, минар ррахмани ррахим, китабу фуссинат аятуху, куранан арабия, ли ковми и альамун, баширам и надзирам, фааарады аксару фа хум ла исмаун, с именем Аллаха, милостиво, милосердного, хамим. Это Куран, неспосылание от милостиво, милосердного, книга, которая разъяснена знамение аятов, курананан арабиян, арабский Куран для знающего народа, башира и надзира, Куран, отстерегает от наказания, радует райской обители, фааарады аксару большинство людей отвернулись от него, фа хум ла исмаун, и не хотят слушать. Ваджи аля салаллаху аля салаллаху я аля аят и тогда продолжал читать им Куран и дошел до аята, где Всевышний Аллах говорит О Мухаммад, если они отвернутся от тебя, то скажи, я предупредил вас ударом молнии, который был ударен по народу ада и самуда, адитов и самудитов. Когда дошел до этого аята, то есть он напугался, спрыгнул, положил двумя руками, закрыл рот пророка Мухаммада, чтобы он не продолжал читать. Каля Кафа Кафа Нашетту каллаху арахим Нашетту каллаху арахим Достаточно, достаточно, хватит, остановись. Я прошу тебя, не читай дальше. Сааика Мисля Сааика Тааадим и самуд Молния Они знали историю аятитов, знали историю самудитов. Молния, которым Аллах уничтожил аятитов и самудитов, Фасекеттен Набиус Саллаху Алейхи Саллаху Алейхи Замолчал, стал читать. Фааба Ада Утбе Ту Ядей Минфами Саллаху Алейхи Саллаху Алейхи Саллаху Потом Утбе успокоился, убрал руки с уст постаника Аллаха Саллаху Алейхи Саллаху Алейхи Заново начал читать, продолжал читать. Дошел до аята, где есть земной поклон, сделал земной поклон, встал, примерно прочитал три с половиной страницы. Потом поднял голову и сказал Я Абаль Валид Это мой ответ тебе. Аль Кур'ан Уважаем братья Аль Кур'ан Потом Утбе возвращается к своему народу. Когда пришел к своему народу, курашиты хотели какую-то весть от него получить. Согласился он или нет. Все удивились. Говорят Валлахи Утбе вернулся с другим лицом, не с тем лицом, который уходил. Что с ним? Это баракат Аль Кур'ан. Поэтому даже когда пророк Мухаммад когда его кидали камнями, когда он возвращался, тогда он принес ему виноград и после того, когда он посидел с пророком Мухаммада вернулся, те курашиты сказали, Аддас вернулся не тем лицом, которым он пошел пророком Мухаммада тут же и Утбе также. Тогда курашиты говорят что у тебя Утбе? Смотри, что он говорит. О, о, народ. Я слышал паэтов. Слышал красноречивых людей. Я слышал колдунов, как они говорят. Слышал предсказателей, как они говорят. сумасшедших людей тоже слышал. Мы все с вами это слышали. Клянусь Аллахом, он прочитал мне такие слова. Это не колдовство. Это не предсказательство. Это не слова сумасшедшего человека, как мы предполагали. так описал. Он говорит, клянусь, величие это, какие великые эти слова, какие они сладкие, какие они плодотворные. Он вызвал эти слова выше всего и ничто не может быть выше над этими словами. и потом сказал о народ, клянусь Аллахом, придет время и у этих слов будет положение в обществе. Великое положение. И это есть, братья мои. На сегодняшний день Кур'ан великое положение среди людей в этой дуне и великое положение нашего любимого пророка Мухаммада чтобы глупцы не хотели сделать с Кур'аном. Кур'аном велике.